больных. Мы посещали больницы туберкулезные в городе Красный Луч в Варшаврадской области или Луганская область на Украине. Потом моя задача была найти учителей, мы же моих учителей, которые раньше нас в школе не любили. И я им каждому послал Библию, Новый Завет, Нью-Тестамент. Я нашел моего учителя в школе, но когда я живу в Украине в школе, в 195-1961 в школе, только одна семья, крестьян. Была только наша одна семья верующих в районе, в этом селе. И в школе был я один только верующий. И учителя, коммунисты обычно задачу получали преследовать и перевоспитать, чтобы не был верующий, чтобы был атеист. Ну, в общем, они вели такую борьбу, а мы воспитаны были в христианской семье, изучали Слово Божие и молились. И, в общем, Господь нам помогал оставаться детьми Божьими среди неверующих и атеистов, да, несмотря на это. Так вот, когда уже я стал жить в Америке, то я нашел всех своих учителей. Я им выслал каждому Библию, и они потом уже читали эти люди. Потом мы находили вдов, которые не имели пропитания, больных, стариков, инвалидов, которые лежали в больнице. Я специально высылал деньги, средства, которые мы получали, я, мои родители, которые здесь уже живут, мои сестры, мои дети. Мы складывали эти средства и потом отправляли на Украину или в Россию. Потом у нас расширился большой, как больше круг стал. У меня были друзья в Израиле, пастор церкви Тони, и потом их группа 5-6 человек, которые там очень хорошо работали. In Israel, Jerusalem, Small Church, Name of Voice of Wilderness, Name of Church. Они там благовестие несут в Израиле приезжим, которые приезжают на экскурсии смотреть. Они им рассказывают про Господа Иисуса Христа и благовествуют Мессию. Иисус Христа – Мессия. Иисус Христа – Мессия. English or Romanian. Несколько языков там они проповедуют. И мне было приятно поддерживать их служение там. Там однажды было такое время, что две палестинские девушки больны проказой, и их можно было лечить в Израиле только. И Мессия, якобы надежды, пожертвовала немного, скажем, по 50 долларов на то, чтобы взять их на лечение от проказы. Так что мы помогали лечить не только туберкулезников или раковых больных, но мы помогали лечить даже прокаженных. Ну, как могли. Так что, милостью Божией, мы продолжаем служение и в Казахстане, и в Таджикистане. Наши есть люди, которые там работают. И в Прибалтике, как, скажем, в прибалтийских странах, как Латвия, Литва, Эстония, в Германии. У меня там есть директора, скажем, в Германии уже было два директора, они все ушли в вечность, умерли. Но работали мы, доставали Казахстан. И, впрочем, милостью Божией есть, что есть. Конечно, я бы им больше показал в другое время мои все приготовленные специальные фотографии, видео, что мы делаем там. Но пусть Господь благословит всех там. Большое служение у меня получается больше по интернету. Я нахожу русских людей в разных странах и им несу весь благую. Если это русские люди или украинцы, которые понимают русский язык, я им говорю какое-нибудь место и священо Писание, и некоторые люди обращаются к Господу, начинают молиться, каяться, приходить к Господу. Наше скромное служение, но Anchor of Hope International якорь интернационального служения, потому что для нас якорем, или Anchor, this is Word of God, Слово Божие есть якорь. Сейчас мир неустойчивый, мир шатается, как землетрясение, earthquake, or spiritual earthquake кругом. А якорем есть, который держит Anchor, this is Word of God, this is Jesus Christ is coming soon. Иисус Христос скоро придет, поэтому мы ждем его явления, он найдет порядок в мире. Он достал все, destroyed what happened now, проблема, like a nuclear problem, everything, this is house on earth now. Небольшой стабилизации, но Jesus, только Jesus coming, Иисус придет, и дает стабилизации. Он стабилизации, террор, Он стабилизации, и дает paz в сердце. Мы веруем и ожидаем Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа Который грядет на облаках Произойдет восхищение церкви И мы в малом количестве Если даже Но если мы будем детьми Божьими Господь нас возьмет от этого хаоса И мы славим Благодарим Его И нашего Господа Отца, Сына и Духа Святого Спасибо большое Для вас, которые думают о Что-то 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 находит для Иисуса Христа Моя брата, моя сестра И кто-то не вернет И я попреку Для Анкорфопа Интернациональная ministry Бог bless you Аминь Господь, Господь, Господь Я вам покажу Я вам покажу О, майяк Вау Что значит эти камни Это круто Это круто Юра, я расскажу стихотворение Я вам покажу Я буду петь в русском Поехали 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 Еще апостол Павел В свое время говорил Что Братья Последнее время Последнее время И сколько Мы живем на этой земле Вот Уже две тысячи Больше двух тысяч лет Как приходил Наш Мессия Иисус Христос Каждый раз Мы говорим о том Что это Последнее время Время ожидания Время ожидания Время ожидания Это самое такое Ну как бы сказать Утомительное время Мы все время живем Во времени ожидания Мы всегда ожидаем Что-то лучшее Или наоборот Тревожное И в жизни А христиане Постоянно ожидают Пришествия Иисуса Христа Когда он придет И возьмет Свою церковь И вот сейчас Вот сейчас Если мы посмотрим На этот мир В котором мы живем Такие большие Глобальные события Такие потрясения Вот в Японии Это землетрясение Это страшное Землетрясение И все Что связано С последствиями Это все Не зря делается Потому что Бог сказал Что в последнее время Я потрясу Не только землю Я потрясу И небо И видимо Что действительно Приближается Тот момент Когда Церковь Иисуса Христа Встретится С ним На небе Что же нам Нужно делать Вот сейчас Как христианам Последнего времени Я прочитаю вам Стихотворение Которое называется Христиане Последнего Времени Христиане Последнего Века Мы сольемся В единстве Сердец Будем петь Песнь хваления Во веки Никто Никто Пусть Не рушит Пусть надеждой Наполнится Грудь Радость Наша Польется Безмерно Мы свободнее Можем вздохнуть Христиане Одною Семьёю Мы сольёмся В единстве С Христом И споём Мы Словно Сеоне Возвещая Вселенной О Нём Аминь Аминь Скажу О тех Истинах Которые Если я Он Ура Все Третье Попробуем О тех Истинах Которые Записаны В Слове Божьем И когда Он Вошёл В Иерусалим Весь Город Пришёл В движение И говорили Кто Сей Народ же говорил Сей Иисус Пророк Из Назарета Галерейского И вошёл Иисус В Храм Божий И выгнул Всех Продающих И покупающих В Храме И опрокинул Столы Миновщиков И скамьи Продающих Голубей И говорил Им Написано Дом Мой Дом Молитвы Назаречётся А вы Сделали Его Вертепом Разбойников И второе Место Девятнадцатый Стих И увидев При дороге Одну Смоковницу Подошёл К ней И ничего Не нашед На ней Кроме Одних Листов Говорит Ей Да не Будешь Вприток Тебя Плода Вовек И Смоковница Тотчас Засохла Мы Здесь Видим Два Бытовых Случая В одном Месте Иисус Христос Как бы Ревнуя О Доме Божьем Пытался Таким образом Навести Какой-то Порядок Конечно Это возмутительно Когда Он видел Что дом молитвы Превратили В торжеще И как Он здесь Сказал А вы Дом молитвы Наречётся А вы сделали Его вертепов Разбойников И поэтому Поэтому Негодование Иисуса Христа Было Справедливым И он Применил Такие На наш взгляд Немножечко Даже Ну как бы Неординарные И неприсущие Для него Методы Он это Сделал Мы тоже Иногда Горя каким-то Справедливым Негодованием Тоже Совершаем Подобные Поступки А вот Второе Второе место И увидев При дороге Одну из Смоковницы Подошёл К ней И ничего Не нашед Кроме Говорит И да не будет Впредь Плода Вовеки Библия Она как бы Несёт информацию Несёт информацию Даже в тех Бытовых Моментах Она несёт информацию Очень глубокого Духовного Смысла И эти места Вроде бы Казалось бы Ну Разные А на самом деле Их можно свести Воедино Это относится Как К народу Это может Эти места Могут относиться К каждому Человеку Конкретно Каждый человек Вы Храм Богу Живому И поэтому Для Бога Каждый человек Это ценность И в каждом человеке Он созидает Свой храм Но Каждый человек Может сделать Из своего храма Как здесь написано Вертеп Разбойников Мысли будут Не о Боге А служение будет Мамоне И другим Идолопоклонникам Идолопоклонникам Любостяжание Это идолопоклонство И многие люди Именно храм Превращают В средство Для наживы А вот это место Уже говорит Как бы Об итоге Что ждет Тех людей Которые Превратили свой храм В капище Или как здесь сказано Вертеп Разбойников И когда Христос Приходя к нам Не находит Он нас Никакого плода То он говорит Он может сделать Приговор Он Вправе И в силе Это сделать Что Никогда Вовек Да не будет Да не будет Впредь От тебя Плода Вовек Это самое Печальное Состояние Которое Может Заслужить Человек Это самое Не другого Более страшного Итога Для человека Потому что Это Погибель И погибель Вечная И вот Эта Бытовая Казалось бы Бытовая Сценка Которая Записана Она имеет Большие Глубокие Корни Она имеет Как же И обетование Если В тебе Будет Плод Ты Никогда Христос Не произнесет Этих Роковых Слов Для тебя Поэтому Благословит Нас Бог Чтобы мы Это понимали Чтобы мы Это В своей Жизни Постоянно Следили за Собой Были Постоянно На страже Своей Души И Тогда Эти слова Никогда Не будут Звучать В нас Наш Адрес Поэтому Благословит Нас Бог В этом Желании И пребудет Он с нами Аминь Помолимся Наш Небесный Отец Мы благодарим Тебя Что Ты Господи Обновляешь Свою милость Пешедневно И вот этот Воскресный День Ты Привел нас Под своды Этого Дома Для того Чтоб мы Имели общение Друг с другом Чтоб мы Имели общение С Тобой Чтоб мы Назъедались От той Сокровищницы Которая Записана В Слове Божьем Поэтому Господи Дай нам Разуметь Дай нам Желание Стремиться К познанию Тех знаний И тех Истин Которые Заложены В Слове Твоем Господи Дай Чтоб Все это Послужило Нам Ко благу И чтобы Мы В своей жизни Применяли Чтобы Извлекали То зерно Которое Служит Нам Во спасении Также Господи Благослови Нас Ребудь с нами Благослови Всех Людей Которые Сегодня Смирив Свои сердца Поклоняются Тебе Призывают Тебя Славят Тебя Боже Правый Ребудь с нами И благослови Нас Аминь Аминь Я вам Поперпет